Под шум непрекращающейся критики по инициативе США все же состоялся второй так называемый саммит за демократию. Стандарт приглашения стран-гостей был основан на дипломатических предпочтениях Вашингтона. И потому саммит не продемонстрировал ничего нового. Фальшивая демократия и реальная гегемония. В теме разбирался мой коллега Руфат Халафов. Руфат, здравствуй. Ну что ж, какие же итоги можно подвести? Здравствуй, Талия. Сейчас подведем итоги саммита. США направили приглашение принять участие в мероприятии в основном по видеосвязи в общей сложности 120 иностранным правительствам. Критерии для приглашенных оказались крайне расплывчатые, поскольку многих стран с западными демократическими политическими системами в списке попросту не оказалось. Так, на саммит не были приглашены Турция, Венгрия, Сингапур и другие страны. Зато были приглашены Армения, Замбия и прочие сомнительные демократии третьего мира. Еще задолго до начала саммита США подверглись жесткой критике за странный выбор стран-участниц, но Госдепартамент отказался обсуждать критерии отбора. Итоги саммита за демократию этого года наглядно показали, во-первых, то, что само понятие демократии имеет разное наполнение в разных странах, и многих не устраивает то, что США используют мунимые демократические ценности не только для продвижения собственных интересов в мире, отнюдь, заметьте, не демократических, но и для оказания давления о той расправе над неугодными им политиками и даже целыми народами. Отсутствие сколько-нибудь внятного критерия отбора в конечном итоге сыграло злую шутку с благовидной инициативой США, превратив саммит, на котором должны были обсуждаться проблемы с правами человека в мире в политический балаган. Дорвавшийся до микрофона премьер-министр Армении Никол Пашинян посвятил свое выступление не реальным проблемам своей страны в сфере демократии и защиты прав человека, а голословным обвинением в адрес Азербайджана. Пашинян долго говорил о какой-то агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, якобы существующей блокаде армян в Карабахе, из-за которой они столкнулись с гуманитарной катастрофой. Армянский премьер сгущал краски, как мог, пользуясь тем, что ни Азербайджан, ни его союзник Турция не были приглашены на этот бал лицемерия. В конце своего выступления с веточкой авказской демократии Пашинян заявил, что его страна готова брать на себя новые обязательства в сфере демократии. При этом он почему-то забыл упомянуть о преследовании своих политических оппонентов, уничтожении политического плюреализма, наличии в Армении большого числа политзаключенных и арестов на журналистов. А напомнить об этом Пашиняну на саммите было некому. Спасибо строгому фейсконтролю от Госдепа. Призывать сюда такую страну, как Армения, которая в кавычках берет свое демократическое существование с 1918 года. И насколько там есть демократия, это тоже большой вопрос. Можно ли армянским журналистам писать то, что не подлежит цензуре нации, армянской нации, армянского этноса? Может ли какой-то журналист в Армении сказать что-то против армянской идеи Мияцума? Может ли какой-то журналист в Армении сказать что-то о вымышленном геноциде армян 1915 года? Впрочем, одним выступлением Пашиняна скандалы на саммите не ограничились. Администрация Байдена подготовила итоговую декларацию мероприятия, которая включала в себя поддержку основных принципов демократии, такие как свободные и честные выборы, и призвала к ответственности Россию за вторжение в Украину. И несмотря на то, что на саммит были приглашены лидеры 120 стран, итоговую декларацию поддержали лишь 73 страны. Такую антидемократическую оплеуху в администрации Байдена никто не ожидал. Армения также присоединилась к итоговой декларации саммита, но сделала она это как-то слишком по-армянски, сопроводив свое «да» длинной оговоркой. Видите ли, в Ереване обиделись на то, что итоговая декларация саммита не отражает все конфликты. Иными словами, при ее составлении, по мнению Еревана, забыли включить, цитата, «факты проявления агрессии со стороны Азербайджана против суверенной территории Республики Армения и оккупации отдельных частей суверенной территории Армении». Видимо, в Ереване всерьез полагают, что кто-то еще в мире верит в этот бред, кроме как самих армян. И нынешнее руководство, как мы знаем, во многом ориентировано на Запад и нередко подыгрывало своим кураторам за океаном. Однако Димаш Ереванас отказан полностью подписывать итоговую декларацию саммита за демократию. На мой взгляд, есть свидетельство о слабости американского суверена. Не включение в итоговый документ так желаемых Ереваном пунктов с осуждением Баку говорит о том, что для Вашингтона отношения с Баку и Анкарой имеют куда большую ценность, большее значение, и он не намерен сжигать мосты в диалоге с ними в угоду Еревану, которого, как мы видим, он не воспринимает как субъекта международной политики. Дальше больше. В оговорке Еревана к итоговой декларации говорится, что Армения признает основополагающие принципы Устава Организации Объединенных Наций, согласно которым все государства должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства, и должны разрешать свои международные споры мирными средствами. Вы серьезно? Армения уважает принципы ООН и выступает против применения силы против территориальной целостности государств? Это заявляет страна, которая развязала войну против Азербайджана, оккупировала 20% его территории и на протяжении 30 лет плевала на 4 резолюции уважаемого ею ООН, которые требовали вывода армянских войск с территории Азербайджана. Следующий пункт из оговорки Еревана к итоговой декларации и вовсе поражает своим лицемерием. Видители Армении осуждают ужасные последствия агрессии Российской Федерации против Украины с точки зрения прав человека, а также гуманитарные последствия, в том числе непрекращающиеся нападения на критические важные объекты инфраструктуры по всей Украине с разрушительными последствиями для гражданского населения. Более того, Армения требует, чтобы Россия немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ и призывает к прекращению боевых действий. Армения официально сказала, что она не подпишет этот документ, потому что там нет ни слова об агрессии якобы Азербайджана по отношению к Армении, и поэтому она не будет подписывать документ против агрессии России по отношению к Украине. Это тоже лицемерие, это тоже провал армянской дипломатии, потому что участвовать на форуме одно, а не подписывать его конечный документ другое. То же самое и Армения сделала по отношению к ОДКБ, когда глава правительства государств, президенты и министры, премьер-министры были в Армении в прошлом году на заседании ОДКБ, и Армения тогда тоже подписалась подписать финальный документ. Конечно, последствиями войны в Украине сегодня обеспокоен весь стивилизованный мир. Но это заявление звучит от Армении, страны, которая три десятилетия держала под оккупацией азербайджанской территории, сравняла с землей десятки городов и сотни сел и осуществила геноцид мирного населения. Триумф лицемерия, говорить о конфликте в другой стране и молчать про разрушенные до основания Агдамио, Физуле, Джабраэль и другие азербайджанские города. Хотя, пожалуй, настоящим триумфом лицемерия можно считать то, что Армения указывает на то, что в итоговой декларации не указан конфликт с Азербайджаном. Своими абсурдными и нелогичными заявлениями Армения напоминает православного батюшку из старого анекдота, которого в бане просят либо снять крестик, либо надеть трусы. В этом вся сегодняшняя Армения. И никого не смущает то, с какой легкостью сегодня Ереван щельмит Москву на всех международных площадках. А ведь всего несколько лет назад в Армении гордились званием главного союзника России на Кавказе и даже клялись в вечности верности армянского народа Кремлю. Теперь же Армения клянется в верности Западу в лице США и божится развивать у себя демократию и прочие западные ценности. Ну и это до поры до времени. На этом у меня все, Телли. Спасибо большое. О так называемом саммите за демократию об его итогах рассказал Руфат Халафов.